Знают, что с Нотр-Дам-де-Пари связаны исторический объект нашего полуострова. Туманный колокол Херсонеса, расположенный в Севастополе, хорошо знаком с собором. Подробности у нашего собственного корреспондента Анастасии Сосниной. В 1803 году по инициативе Александра I этот колокол привезли в Херсонес. Доставили его из Таганрога, где он был отлит из турецкого трофейного оружия в знак победы русских. Тогда полуостров и стал частью Российской империи. Но дальнейшая судьба символа была нелегкой. В годы Крымской войны французы в 1855 году его, так сказать, похитили фактически, вывезли в качестве трофея в Париж. В начале 20 века французский консул в Севастополе Луи Ге обнаружил этот колокол на соборе Парижской войны. Как он туда попал, уже французы сами не знали. Накануне Первой мировой войны, где Франция и Россия выступали союзниками, колокол вернули обратно. Это был дипломатический жест в знак дружбы и братства. В 1913 году русский символ из собора Парижской Богоматери торжественно прибыл в Севастополь. С 1925 года колокол служил звуковым маяком для судов, которые входят в Севастопольскую бухту. После Великой Отечественной войны корабли начали массово означать радиорадарами. И обязанности маяка с колокола сняли. Он стал историческим памятником. И одной из визитных карточек полуострова. Экскурсоводы всегда включают его в рассказ о Херсонесе. Мы если в экскурсии завершаем экскурсию, мы обязательно завершаем именно возле этого места. Говоря, естественно, о колоколе, рассказывая о нем. А для ребят это вообще место, можно сказать, очень интересное. Потому что здесь же снимался фильм «Приключение Буратино». Поэтому, когда приходят детские группы, то первых вопрос обязательно о колоколе. Чтобы колокол сохранился, его нельзя раскачивать. И в 2000-х годах на нем установили специальный ограничитель. Ведь интерес к объекту большой. Место посещают тысячи туристов. Решили посетить Херсонесе. Опять же, этот туманный колокол обязательно. Я его хочу еще раз увидеть. Здесь такой красивый вид около колокола на море. Очень красиво, очень интересно. Сейчас он не звонит, как и колокола собора Парижской Богоматери. Как будто переживая вместе с Ноттердам, да парив всю боль от пожара. На восстановление собора объявлен сбор средств по всему миру. Владимир Путин предложил своему коллеге-президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь направить в Париж самых лучших ресавраторов нашей страны. Анастасия Сотнина, Александр Бухтияров. Новости 24. Севастополь.